Сразу в нескольких крупных городах США прошли демонстрации в защиту прав темнокожего населения. Главное требование остановить произвол уносили со стороны полицейских. В городе Сент-Пол, в стадии Миннесота, протесты закончились беспорядками. В страже порядка полетели камни и петарды. Несколько человек получили травмы. Службы безопасности в ответ применили слезоточивый газ. Ольга Ходина вас следит за развитием конфликта. Батон Руж, Мемфис, Атланта, Чикаго. Сразу в нескольких крупных городах США идут демонстрации в защиту прав темнокожего населения. На улицы вышли активисты движения «Жизни черных» тоже имеют значение. Главное требование остановить произвол и насилие со стороны полицейских. Но те уже вновь запаслись пластиковыми наручниками и, не стесняясь, выкручивают руки женщинам. Выкатывают против демонстрантов армейскую технику. В Миннесоте, в городе Сент-Пол, протесты закончились беспорядками. В полицию летят камни и петаты. Несколько человек получили травмы. Службы безопасности в ответ применяют излюбленный метод – слезоточивый газ. Почти 100 человек арестованы. Америка бурлит с прошлой недели, когда офицеры застрелили при задержании двух афроамериканцев. За этим последовала новая трагедия – расстрел темнокожим Микой Джонсоном пятерых полицейских в Далласе. Барак Обама уже признал, что в Соединенных Штатах существует расизм. Агент-прокурор Лоретта Линч заявляет, американское общество пересыщено насилием, страхом и ненавистью. Но Черная Америка слышит это не в первый раз. Мы протестуем против Министерства юстиции, потому что их политика по отношению к правам афроамериканцев непропорционально и задевает нас. Конечно, мы сожалеем об убийстве полицейских, но сколько чернокожих было убито. И это не остановится. К нам относятся нечестно. Мы были рабами. Меньше полувека назад еще была сегрегация. У нас есть право голосовать, у нас чернокожий президент, но этого оказывается недостаточно. Нам нужны еще изменения. Мы ждем перемен. Общий лозунг для тысяч и черных, и белых, кто вышел на улицы самодельными плакатами. На некоторых из них прямые призывы к революции. Люди перекрывают мосты, эстакады, крупные шоссе. Эта система отвечает интересам только правящего класса. Остальные вне системы. И у этой системы нет жалости. Она негуманна. И сейчас настало время, когда нужно выходить на улицы в знак протеста против ужасных преступлений, которые происходят из месяца в месяц. Люди устали от этого. Они возмущены. Они требуют справедливости. Двух жертв полицейского произвола похоронят частным образом. В Даллас, на гражданскую панихиду по погибшим стражам порядка, досрочно завершив визит в Испанию, приедет лично Барак Обама. Ольга Ходинова, Вести.